Ну, в общем, всем привет! Меня зовут Катя, и, так сказать, добро пожаловать в наш, как бы, новый выпуск Изи Рашин. Короче, оставайтесь с нами! И снова здравствуйте! Как вы, наверное, уже догадались, сегодня мы будем говорить про особую категорию слов. Эти слова есть практически в каждом языке, на котором люди разговаривают. В английском языке эти слова называют filler words. В русском также есть неофициальный термин слова-паразиты. Паразиты звучит как-то негативно, но это неспроста. Эти слова приобрели дурную славу из-за того, что их часто используют в большом количестве и не всегда уместно. Но если пользоваться ими правильно, то они могут быть очень полезны. Эти слова возникают в устной речи практически на любом языке. Ведь когда мы говорим, мы конструируем наши мысли спонтанно, а значит, это не всегда идеальные конструкции. Давайте посмотрим, как эти маленькие слова могут помочь нам говорить, а также сделать речь более похожей на естественную речь носителя языка. В качестве примера мы возьмем ответы прохожих из наших прошлых видео, так что не удивляйтесь, что времена года в кадре будут меняться. Пожалуй, самое популярное слово – это слово «ну». Практически каждое предложение можно начать с него, что часто и делают наши дорогие респонденты, когда слышат наш вопрос. Оно передает состояние задумчивости, когда человеку нужно несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и решить, что он хочет дальше сказать. Можно его сравнить с английским «well» или с французским «may». Со словом «ну» есть также масса вариаций. Ну, знаете, ну, наверное, ну, нет, да, ну… Ну, всякие бывают просто ситуации, вот так идешь и заулыбаешься. Ну, Петросян Евгений Ваганович. Ну, во времена моего детства, конечно, был Василий Иванович, это естественно. Мы вообще российские, потому что они ближе к нашей реальности, это такая рекурсия жизни. Ну, семья — это те люди, с которыми никогда не страшно. Ну, да, как бы ты видишь, что пример тебе подают не очень хороший. Наверное, может быть, русский язык был любимым. Ну, наверное, подходом научным, что, типа, там объяснялись явления, процессы, которые, типа, встречаются каждый день. Делать то, что, ну, я не знаю, хочется делать в плане работы. Ну, у меня и глиттер, видите, необычный. Ну, и мужчины, в принципе, поздравить лишний раз. Ну, допустим, я никогда не была в Японии. Ну, я думаю, что приятные мелочи могут быть и недорогими. Ну, например, приметы, которые больше были связаны с нашей погодой. К сожалению, надо, ну, в Европе все лучше. Похожую функцию, но только в вопросительных предложениях выполняет союз А. И если добавить его в начало вопроса, это будет звучать очень естественно и по-русски. А какая у вас самая вкусная? Это сложно сказать. А кто? Василий Иванович. Василий Иванович. А осьминоги у вас кушают? Ну, так, популярно, так сказать. Ну, осьминог с щупальцами, знаете? Ну, а если вы еще не слышали, у нас есть Patreon. Там вы можете проголосовать за тему нашего следующего майского эпизода. Кстати, спасибо большое нашим патронам, которые проголосовали за эту тему. И, конечно, там есть много полезных материалов для работы над каждым видео. Упражнения, тексты к видео, готовые сеты в Quizlet. А для самых мотивированных подписчиков у нас есть группа WhatsApp, где мы ежедневно общаемся на русском, на темы, которые интересны именно вам. Еще одно очень популярное слово – это слово «вот». Его главная функция – указывать на что-то близко. Вот эта книга. Но в речи его часто используют в огромном множестве сочетаний и ситуаций, и иногда совершенно бессмысла. Так что подумайте хорошенько, когда решите использовать его в своей речи. Все эти мемы ваши, вот эти новомодные, это… Ну вот эти все шутки про кукушку я люблю. А вот с Марь Сергеевной Швецовой интересно, что будет завтра. Когда Чернобыль был, вот его прям ждали. И вот, собственно, 30 лет. Только съехать, сразу набежать в ЗАГС. Вот я так сейчас оглядываюсь назад, думаю, надо было еще родить. Когда вы не знаете точно, какое слово использовать, такие слова, как «типа», «что-то вроде», «как бы», «там» всегда придут вам на помощь. Ну, просто как сувенир из Москвы, что-то вроде того. К конфетам, понятно, претензий нет. Если что-то не получается, лучше не делать. Ну, то есть, как бы, с первого раза. Ну, это уже, может быть, как бы заложилось во мне с детства. Мы немножко там запутались, конечно, у людей спрашивали, но вроде нашли и посмотрели по карте, ну, добрались, как бы, благополучно. В душе, как бы, иметь радость, это главное. А, например, самые северные штаты, вроде штат Вашингтона или там... Лишнице с помидорами, гренки, ну, что-то типа того. То есть, в целом, опыт мышления, как бы, формат решения задач, он, типа, очень сильно зацелен именно вот физике на это. Английское «соу» в большинстве случаев можно заменить русским. Так что, поэтому... Потому что мы сами врачи, поэтому оно нравилось. Так что скоро узнаю изнутри, так сказать. Там в жизни всякое бывает, поэтому, ну, не зря же развод придумали, значит, он нужен все-таки. Так что сегодня необычный день. Поэтому в апреле вот железно уже будет хорошо. Для уточнения мысли часто используют такие слова. То есть, в плане, так сказать, в смысле... В общем, я очень люблю, так сказать, секс-сети. Регулярно, на регулярной основе, так сказать. Бывают и люди очень близкие в плане друзей. В плане сценарной работы, в плане постановки. Ну, и свобода, так сказать, выражать свое мнение. Если вы запутались, иногда проще скорректировать всю фразу. Для этого подойдут такие слова, как иными словами, проще говоря, ну, и в конце концов, короче. А на ней этот... Короче, кто-то из аншлага очень смешной. Вот, короче говоря, беру, чищу яблоко, грушу. Короче, мы ничего не знаем про Китай, как вы могли понять? Это были примеры самых основных, на наш взгляд, дискурсивных слов, как называют их филологи. Но таких слов, конечно же, гораздо больше. Поэтому, если вам понравилась эта тема, обязательно пишите об этом в комментариях. Также обязательно делитесь в комментариях своим опытом, какие слова устной разговорной речи вы уже используете, и помогает ли это вам чувствовать себя более комфортно в общении. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, где мы можем общаться с вами на русском. Мы очень рады, что вы с нами. Большое вам спасибо за внимание, и увидимся в следующих видео. Пока!